Автоматически денег нет для тебя, дружок. 50 рублей верни. В смысле для меня? Да потому что ты еще не отдал. Ой, точно, я забыл. Я приняю не можешь не возвращать, только мне больше не подходи. Все. Какой ты жестокий. Или жесткий. Буду знать. Записывай, записывай. Деньги занимаю, но напомнить о долге всегда как-то неловко. Люди этим пользуются, пишет нам человек негодяй. Хотя почему нам неловко, да? Это же наши деньги. Но с одной стороны, да, ты себе тоже это объясняешь. Это же наши деньги. Но напомнить человеку как-то немножко. Ты знаешь, вот что касается энергетики, денег и финансового благополучия. Все коучи говорят, вы должны свободно и спокойно говорить о деньгах. Даже если вам должны, вы должны спокойно сказать, ты мне денег не можешь. Да, хорошо. Видимо, как-то мы слишком воспитаны. В этом плане немножко неграмотно. Потому что наши деньги, да, мы не можем собрать наши деньги. Есть еще сообщение вот такое. Стараюсь не давать, потому что сам забываю, кому дал. А не все честные заниматели. Моя история. Я абсолютно забываю, кому занимают. Это вот как в магазине нужно тетрадку волшебную завести. Помните, да, с долгами. Ну слушай, но у меня другой. Я записываю, если я записываю в телефон заметки, кому я одолжила. Я потом, если меня возвращают, я забываю выписать. Когда человек такой, а вот я сказала, что он не сидит и в обоих. Светит, потому что там открыть и горит.